Всем привет, друзья! Сегодня меня навеяло немножко покатать на прототипе, потому что многие ту ПТ-шку любят, ее часто просят на стримах, давно по ней не было видео, и пользуясь случаем заодно и покатать, и все-все, и мне захотелось поговорить вот о чем. Вот Wargaming вводит в игру всякие супер-мега-убер-стеклянные пушки, ну типа СУ-130ПМ, и кажется, что она такая офигенная, супер-альфа, уразовый урон огромный, маскировка там, все-все в ней здорово, мобильность, и ты думаешь, что вот сейчас ты нагнешь, и каждый бой будешь нагибать, а все остальные будут страдать, и ты типа купил палку-нагибалку, ну или не купил там, за что она будет выдаваться, неважно, смысл просто в том, что подобных танков в игре много, и вопрос в том, а это является вот прямым синонимом нагиба или нет? И мне захотелось как раз это проверить, и я поиграл на прототипе. И знаете, что могу сказать? Вот эта вот набившая оскомину фраза, что мета в игре поменялась, на самом деле реальность, то есть это реально так. Что я имею в виду? Вот появись, не знаю, лет 5 назад, когда еще не было никаких скорпионов там этих премиумных в помине, когда не было никаких этих, ну только ваффентрагеры появлялись, и вот в то время завези Wargaming вон ту НПТшку, СУ-130ПМ, и она во времена, когда бои были долгими, когда арта коралла, все боялись ее, никуда никто не ехал, они были затяжными, и ты имел массу возможностей поездить в бою, постоять, повыцеливать, никто не улолошил в основном, и если он это делал, то все эти попытки моментально просекались. И это были времена, когда это была реально мета для картонных танков. Это времена расцвета таких танков, как AMX и DC, как всяких там этих, не буду их всех вспоминать, но вы понимаете, про что речь. Танки красной линии тогда игрались здорово, и эта игра была не то чтобы для них, но для них там было место в этой игре, а сейчас для таких танков на самом деле в игре места больше нет. Под этим я понимаю то, что далеко не на каждой карте, не в каждом бою ты чего там сделаешь на супер-мега-картонном танке. То есть для картонного танка нужны обычно несколько условий, чтобы нормально понагибалось. Это чтобы кто-нибудь врага развлекал, а кто-нибудь не ты, потому что ты, развлекая врага, всегда получаешь урон. Ну есть классика, или два варианта, или враг за углом, союзник выехал, его разрядил, ты выезжаешь, даешь ему урон, и все радостные, ну кроме врага, и ты радостный, по крайней мере. Либо второй вариант, ты стоишь далеко за пределами обзоров всех машин в игре, за красной линией, к примеру, и накидываешь издалека по тем, кто светится. Но ситуация номер раз, если еще и бывает, то далеко не так радужно, как кажется, об этом чуть позже. А ситуация номер два, это вообще практически уже нонсенс. Почти не осталось в игре карт, где дальние прострелы бы роляли. Однажды враг получает издалека, понимает, что в него прилетело, откуда понимает, и больше не выезжает, не подставляется, старается не светиться, играет осторожно. А первый вариант, когда, типа, враг развлечен союзником, обычно приходишь к тому, что куча на кучу везде. Вот на карте промзона, вот где мне здесь выехать, чтобы союзник развлекал врагов? В гаражи в эти, да, на первую, вторую, третью, да их там столько этих врагов. Одного развлекли, а шестеро других голодных стоят, тебя ждут картонного. Только выйди, алкаши кругом, арта с суперстабилизацией, с пробитием и нормальной альфой по картону, и все такое. То есть нету ни первого условия, нет сейчас, ни второго. А зато у нас есть Т-28 прототип, который, прикиньте, раньше, как воспринимался? Фу, медлительная, тугая ПТ-шка. Да и ПТ-шка ли это? Альфы нету. И вот все вот так у него не очень. Точность не имбовая. Но прошло время, и все, скажем так, замашки этого прототипа, как тяжелого танка, они сейчас выпячиваются. Этой ПТ практически не нужен какой-нибудь, ну типа, аккомпанемент, знаете, какой-нибудь союзник, который ей бы там что-нибудь танчил. Она сама бронированная. Ну я думаю, уж не буду показывать, что первый раз слабые места брони прототипа, все их видели. Но лоб корпуса не пробивается даже голдой восьмых уровней. Ну пусть не каждого, ладно. Лоб башни тоже крепкий. Единственное, только сами вот эти полусферы башни по бокам и щеки, они пробиваются любым и каждым. Но их еще нужно повыцеливать, и издали попадешь не каждым выстрелом. Но смысл просто в том, что у этой ПТ есть то, что нужно сейчас в нашей игре в качестве основной ее меты. У нее есть броня. Броня. Хорошая пушка, оказывается она уже стала хорошей, с пробитием. Пусть маленький урон, зато частый. ДПМ фантастические. Углы склонения налево-направо башни поворачиваются. Здорово и отлично. Если раньше мы боялись, вот сейчас прилетит легкий танк, тебя закрутит. Ситуации, когда реально это случается в бою, в конце боя, 10-минутного, они настолько редки, что чаще всего тебя не это парит. А ты выезжаешь каждый раз на столкновение лоб в лоб с врагами и кто кого. И вот в этой драке кулачной, без этих ваших пистолетов, приемов, тут просто реально как будто каждый бой кулачный. И ты выезжаешь, отбил, нанес. Отбил, нанес. Только так и выживаешь сейчас. Только такие танки в наши эти непростые 5-минутки, а может быть даже 3-минутные бои, только они и способны быстро и эффективно расчленять. Иными словами, Т-28 прототип и подобные машины сейчас фантастически хороши. Всякие там эти Т-95 прекрасный танк. Ну, может быть, Т-28 сложноватый, потому что у него, ну, все-таки совсем плохие УВНы и броня не такая, чтобы прям вот совсем быть здоровской. Но он тоже неплох. Любой бронированный танк с хорошей пушкой сейчас и без скорости как таковой, это не приговор, как было раньше. Раньше Маус, да ну, Леопард-1, вот это вот был танк. А сейчас Т-5 Хэви, Маус. Всякие любые другие медлительные танки с броней, это все, что нужно в Zero Control. Ты подъезжаешь к уголку, выставился, и пока тебя пытаются пробивать, ты стараешься это делать то же самое, да и каждым выстрелом. Точность ДПМы, пробитие, оно все играет, конечно, важную роль, но с точки зрения всех этих танков, оно у них уже у всех по умолчанию есть, там совсем слабых машин ведь нету, и супер-мега бронированных, по крайней мере, на высоких уровнях. И ты доволен. Очень часто мне говорят, что типа ты вот постоянно хвалишь дешевый прем 8 уровня М4А1 РВЛ РЗ, а на нем играть непросто. И такие же игроки наверняка очень плохо играют на Скорпионе Г, и так далее, и тому подобное. И все лишь дело в том, что они не умеют играть на стеклянных пушках, потому что здесь действительно нужно умение гораздо больше, чем кажется. Только на первый взгляд думаешь, о, какая клевая, большая альфа у Скорпиона Г490, или у СУС-30ПМ там целых аж 520, и всем хана, так ты один-то раз выстрелишь. А там уже будет классика, как на моем любимом СУ-100У. Танк двух выстрелов. За первый выстрел ты, если еще успел отъехать, у тебя пол хп осталось от того, что тебя все разгрызли, а за второй выстрел, который ты, возможно, сделать уже не успел, тебя добивают окончательно. И вот так играются на всех других сейчас стеклянных птшках в основном. Какой бы ни был навык, ты все равно замечаешь, играть на бронированных танках проще, потому что у них самое главное, что есть, это универсальность. В паре карт, которые встречаются не часто, Прохоровки, Малиновки, это проблемка, что они медленные, пока доедешь, пока это, пока то. Но в основном карты такие, как вот это вот, смешанные, либо городские. Энские Химмельсдорфы, пожалуйста, и так далее. Как часто бывают у нас просторные всякие студзянки? Ну, само собой, возьмешь медленные танки, они сразу и случаются, я к тому. Ну, просто оно бывает все-таки в целом не так и часто. И главное это то, что ты можешь приспособиться и найти себе место на этих просторных картах на вот таком танке, нежели чем на картонном танке на Химмельсдорфе. Понимаете? Частота, с которой ты можешь нагибать на вот таких более универсальных машинах, она значительно выше, чем у якобы имбовых, но картонных танков. Это я как бы все к чему? К тому, что если у вас не получается на Скорпионе, на револьвере или на чем угодно, не мучайте жопу. Играйте на том, на чем получается. А на этом, на подобном типа как прототипе танкам, играть гораздо легче и проще. И вот вообще я бы не обломался, введи картоха вот такой вот прям. Медленный, тугой. И ты вроде бы думаешь, ну что, вот он не сильно лучше того же танка с велосипедом. Но велосипед огромный, громоздкий, и у него как бы шансов ДПМа большого нет, там пробития. А у этой ПТ-шки есть. А у него все есть, и даже башня. И пусть я в прыжке тут думал, не доживу уже до самого падения. Как-то дожил, удивился. Помер в конце. Но удовольствие от таких боев, оно гораздо чаще. Потому что возможность нагибать на них, она гораздо чаще, чем на картонах. Вот такая вот мета ныне в игре, друзья. На сегодня все. Пишите, что думаете. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.